Аула билляхи мина шейтанирраджим, бисмилляхи ррахмани ррахим, ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату, дорогие братья, дорогие сестры, поздравляю вас всех с наступившим благословенным долгожданным месяцем Рамадан. И самое время и для себя, и для всех вас выделить наиболее важные свои действия, свой некий короткий план на весь наш месяц Рамадан. Программа месяца Рамадан бывает различная. Есть программы очень тяжелые для особых людей, которые могут целиком и полностью себя отдать знаниям, поклонению Всевышнему Аллаху. Я же сегодня постараюсь для себя и для всех нас выделить, сделать акцент на наиболее важные действия, которые могут соблюдать все. В первую очередь это раннее пробуждение на сухур. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, сказал, «Тасахаруфа, иннафис сухури барака, вставайте на предрассветный прием пищи, воистину в этом есть барака». Но однако наше поведение, наш образ жизни вместе с Рамаданом не всегда позволяет нам вовремя просыпаться и совершать тахаджуд, и вставать на сухур, так как большинство, особенно молодых людей, любят после таравихов гулять, встречаться, проводить допоздна время в общениях, в просмотрах, в соцсетях. И, конечно, такие люди упускают очень бесценное, драгоценное время из суток Рамадана. Это время перед рассветом. Особенно очень-очень важно уделить внимание, позаботиться о том, чтобы не упустить это время. Для этого что необходимо? Необходимо для того, чтобы вовремя проснуться, нужно вовремя ложиться спать. А когда же лучше всего спать? После того, как мы вернулись в таравихов, не откладывая надолго, постараться лечь, уснуть вовремя для того, чтобы через несколько часов проснуться. А те люди, которые не ложатся вовремя спать, они как раз-таки еле-еле дотягивают, еле-еле просыпаются, не то что на сухур, не то что на тахаджуд, еле-еле просыпаются и даже пропускают, к сожалению, утреннюю молитву в месяц Рамадан, в джамаате. От флейкуна несколько секунд ваше внимание от темы. В связи с наступлением месяца Рамадан в нашем телеграм-канале Фаскуруни будут размещены полезные уроки. Уроки по толкованию Священного Курана и уроки из книги «Аль-Арбаун» «Аль-Филастиния». То есть есть сборник 40 хадисов, в которых собраны хадисы об Палестине. Уроки будут в формате аудио-подкастов. Переходите, иншаллах, будет интересно и полезно. Время рассвета перед рассветом — это время бараката. Это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляму, сказал, в этом есть благо. И это признак успешности раба Всевышнего Аллаха и в этом, и в ином мире. Человек, который хочет преуспеть и в поклонении, преуспеть и в мирских делах, должен себя приучать к раннему пробуждению, вставанию на сухур. Один из ученых сказал, сделай все возможное для того, чтобы проснуться на сухур, на тахаджуд. Если даже тебя одолеет лень, и ты не сможешь встать с постели, открой глаза, скажи, я Аллах. Если даже не встанешь, даже вот это поминание Всевышнего Аллаха озарит твой день. Следующее, конечно, на что мы должны все сделать особый акцент в месяц Рамадан — это совершение каждой пятикратной молитвы в мечети, в джамаате вместе с имамом. За это будет особая награда, и этот месяц послужит укоренению в нашем образе жизни такой очень важной привычки, очень важного, богоугодного дела, как молитвы с джамаатом. После этого очень-очень важно, дорогие братья, в этот месяц взяться снова за поминание Всевышнего Аллаха, то есть поминание Азгары после намаза, потому что многие из нас пропускают Азгары после намаза. Еще есть очень много людей, которые не выучили Азгары после намаза. То есть сделать акцент в этот месяц на улучшение исполнения пятикратной молитвы и Азгаров после намаза. Кроме этого, на что следует сделать акцент в месяц Рамадан — это на время после утреннего намаза, до восхода солнца. Постараться остаться в мечети до восхода солнца, читая утренние Азгары после Азгаров намаза, есть Азгары утренние, которых можно найти огромное количество в интернете. Приобретите какую-нибудь книжку, сборник, поминание Всевышнего Аллаха, там они указаны. И продержаться до восхода солнца, до Ишрака, для того, чтобы через 10-15 минут после восхода солнца сделать двухракатный намаз и после этого отправиться домой отдыхать или на работу. Потому что посланник Аллаха сказал, что те люди, которые задерживаются в поминании Всевышнего Аллаха после утреннего намаза, до восхода солнца, они получают награду как за полноценную умра. То есть полноценную, 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 сказал посланник Аллаха. Следующее, на что следует обратить особое внимание в месяц Рамадан, это Священный Коран. Если ты из тех людей, которые умеют читать Коран, возьми на себя обязательство зачитать хотя бы один раз Священный Коран сначала до конца. Если ты не можешь это сделать, то ты выдели час из своего времени Корану, обучению, изучению. Найди какого-нибудь муаллима, какой-нибудь кружок, дарс, который ты можешь посетить и уделить внимание час времени для изучения Священного Корана. Ибо месяц Рамадан — это шаруль-Куран, месяц Корана. В месяц Рамадан ангел Джибрил, алей-иссалям, спускался к посланнику Аллаха, салли Аллаху, алей-иссаляма. Посланник Аллаха зачитывал перед Джибрилем Священный Коран. И посланник Аллаха, салли Аллаху, алей-иссаляма, слушал то Джибриле. И так посланник Аллаха, салли Аллаху, алей-иссаляма, проводил время в месяц Рамадан. Следующее, что следует делать в этот месяц, сделать особый акцент, это поминание Всевышнего Аллаха целиком и полностью. То есть после того, как ты завершил поклонение Всевышнему Аллаху, отправился по своим делам, занят чем-то, если ты это можешь совместить с поминанием Всевышнего Аллаха, такими откарами, как «Ля-Иляха-Иля-Ллах», то есть повторение слов «Ля-Иляха-Иля-Ллах», повторение слов «Салавата» посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллима, ибо месяц Рамадан, он в том числе является месяцем прославления пророка, саллиллаху алейхи ва саллима, ибо тот, кто прославляет посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллима, он получает прощение за его грехи, он получает облегчение во всем, это раскрывает для него, распахивает ворота и Дуния, и Ахира, поэтому месяц Рамадан максимальное время уделяйте прославлению нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллима, взять в руки четкие, взять на себя определенное количество, 100 раз, 200 раз, сколько раз вы найдете для этого времени, это не помешает вам этим заниматься во время какого-либо иного занятия, ибо про салават приводится еще и следующее сведение, что у Всевышнего Аллаха есть особые ангелы, которые уполномочены Всевышним Аллахом только лишь записывать прославление посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллима. Следующее, что следует делать в этот месяц, это просить прощения у Всевышнего Аллаха, чаще повторять слова «астауфируллах», также вы можете взять обязательства на себя какое-то количество раз, есть люди, которые и так регулярно, систематически читают свой вирт, а те люди, которые этим не занимались, они тоже могут в этот месяц читать дикр, салават, истигфар и так далее. И в заключении, дорогие братья, это таравих молитва. К сожалению, многие недопонимают сути молитвы таравих. Почему мы в месяц рамадан совершаем таравих? Потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллима, сказал, «Ман кама рамадана иманан вахтисаба, гуфира лехума токаддама миндамбихи». Тот, кто будет бодрствовать, выстаивать молитвы по ночам рамадана с верой и надеждой на Всевышнего Аллаха, ему будут прощены прежние грехи. Также он сказал и о посте, то есть молитва таравих является частью рамадана. И все вышеупомянутое, дорогие братья, даже если это добровольные, желательные поступки, в месяц рамадан мы можем себе вменить в обязанности, чтобы они в течение всего месяца рамадан стали регулярными. И в конце рамадана мы получим, иншаллах, большую мотивацию и большую уверенность в том, что нам удастся продолжить в таком же духе и все остальные месяцы. Пусть Всевышний Аллах сделает этот месяц наилучшим месяцем нашей жизни, который приносит нам счастье, прощение, приближение ко Всевышнему Аллаху, объединение наших сердец, освобождение от бед наших братьев и сестер, где бы они ни находились. Особенно, чтобы этот месяц стал причиной облегчения свободы наших братьев в Газе. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok